Саша, ну скажи в двух словах, что происходит сейчас? Ребята, я приехал с Севастополя благодаря вашей помощи, вашей отваге за своей бабушкой. Я даже боюсь сейчас говорить какие-то слова, потому что я еще ее не увидел. Мы сейчас ее находим, забираем. Андрей, военный корреспондент, большое тебе спасибо, друг. Я тебя люблю. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, Луканская Нина Ивановна есть? Луканская Нина Ивановна. Бабушка моя, дорогая ты. Саша, внук. Бабушка моя, девочка моя, тихо. Бабушка ждет кого-нибудь. Девочка моя. Все, все, все. Тихо, тихо, все, все. Потерпи, пожалуйста. Ура. Ты помнишь, когда я родился, меня привезли, я у тебя жил первые свои месяцы. Мы всей семьей тебя забираем. Все, золото ты мой. Все. Времени мало, пожалуйста. Мобилизуйся чуть-чуть, хорошо? Чуть-чуть. Послушай, золото мой. Сейчас мы тебя забираем, сейчас. Мы тебя забираем прямо сейчас. Я могу вызвать. Мы уже знают его. Девочка любит. Но она его узнала. Я не в таком штане пришла. Я пришла сюда в учебу. Понятно, ты же не ходила. Месяца она не ходила. Месяца, уже после два. Я совсем дошла. Вот от этой женщины 94 года. Мы все произошли. 1927 года рождения. Едем в Севастополь. К своей большой-большой семье. Вот там водичка хорошая, чистая. Спасибо. Вот это я возьму. Забирайте, забирайте. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, октябрь. Только сутки. Давайте хлеб. Держу. Вот славочка. Пусть. Не, я в рисунке. А он видел. Субка. Внимание. Люди. Мама, бери в руки. Да. Спасибо, Господи. Всех. Спасибо, Господи. Дай Бог. Всего доброго вам. Субка. И у никого таких недолгожителей. Как это я получилась, не знаю. Не знаю. И даже на заводе я проработала с первых, как нас освободили, с первого января 44-го года я уже была на завстале. Я уже убирала этот мусор, полностью все. Он же весь разбитый до крошечки. Скажите, вы вообще ждали, верили в то, что родственники найдут вас? Знаете, все время верила. Не так в село куда сын уехал, потому что никакой там связи нет. А и здесь я что-то считала. Словцы умные, через воинские части как-то где работают, где-то созвонятся. Вот такие мне мысли были. Где-то созвонятся, где-то узнают, что мать он нашел, можно ли ее как-то забрать. Все время мечтала об этом. Друзья, возвращаемся из Мариуполя. Подытожим сегодняшний день. Удалось доставить гуманитарный груз, отправленный нашими друзьями из Севастополя. Груз доставлен как бойцам народной милиции ДНР в подразделение Шерхана, так и гражданским жителям города Мариуполя, которые остро нуждаются в помощи. Особенно в тех районах, которые только что освобождены от запрещенных в России группировок АЗОВ и бойцов ВСУ, туда еще не добирается централизованная гуманитарная помощь от МЧС. Поэтому стараемся доставить туда помощь для того, чтобы люди не вынуждены были перемещаться к централизованным пунктам выдачи МЧС, и тем самым рисковать своей жизнью, проделывая длительные маршруты по городу. Что еще? Вывезли 80-летнюю пожилую женщину. За ней приехал родственник из Севастополя. Удалось ее отыскать с первой попытки. Все хорошо, она пройдет в фильтрации процедуру и поедет к родственникам. Поэтому продолжаем работать. Надеемся на вашу помощь. С Богом! Продолжение следует...